Более года назад была громкая история с арестом в Беларуси сотрудников российской ЧВК. Тогда белорусская сторона говорила, что они, возможно, готовили мятеж, здесь массовые беспорядки и так далее. Но в итоге их после ареста отпустили. Впоследствии стало известно, что это была спецоперация Украины, которую вы, как получается, сорвали. Вот вы могли бы год спустя, может быть, приоткрыть какие-то подробности той истории, которые еще не звучали в публичном пространстве, что это было? Ну, давай начнем с того, что они приехали куда-то и под Минском остановились. Притом мы контролируем их. Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность. То ли это их агент был, не знаю, я в это не вникал. Но, скорее всего, он поставил, что едут люди, ну, они видны, бывшие военные, подготовленные и прочее. Нам просто сообщили, мы взяли на контроль. Мне прежний председатель КГБ доложил сразу, я сказал, не торопись, возьми на контроль. Он мне говорит, Александр, их много. Ну, посчитай, сколько, но пока держи на контроле. Они же противоправные действия никаких не совершают, нет. Держат на контроле к вечеру, разместились в одной гостинице. Так, Иван, было, да? Тогда еще председателем не был. Наблюдаем. К ночи разместились в другой гостинице. То есть пошли вот эти непонятные телодвижения. Я говорю, это уже серьезно. Контролируем. В эту ночь или в какую-то, я не помню, они, по-моему, даже не переночевали там в этой, на озере, на этом, да? Ночевали в санаторий. В санаторий, да? Но они не переночевали, когда их ночью. Да, не переночевали. Когда мне председатель доложил, это я точно помню. Я говорю, ну, конечно, желательно было посмотреть, чем они будут заниматься. Потому что, ну, понятно, мне председатель, по всем признакам, это люди, связанные со спецслужбами. Они не просто здесь оказались, но они себя вели в наглую. Ну, надо было как-то, знаете, шифроваться, прятаться. Ну, что я говорю, мы сможем их проконтролировать, каждого? Мы боялись, что он теракт какой-то совершат и так далее. Я говорю, ты не спеши, подумай и позвони мне. Он мне звонит уже поздно вечером, это Александр Иванович. Мы, конечно, выполним любой приказ, но, честно говоря, говори мне честно, ну, не гарантия, что мы их всех удержим, а вдруг они рассредоточатся по стране. Если группой, то мы, конечно, их проконтролируем и возьмем в любой момент. Но если они рассредоточатся, может быть, быть в беде. И тогда я принял решение, ну, то, что вы видели, ночью мы их всех там в этой гостинице повязали. Вывезли, изолировали. Я поступил абсолютно честно, может, вы этого не заметили, просто упустили. Украинцы начали требовать, выдать нам. Россияне звонят ни в коем случае. Там российские граждане. По-моему, трое только было украинцев, а остальные россияне. Верните нам. Я, по-моему, принял мудрое решение, извините за нескромность. Я поручил генеральной прокуратуре, пригласите сюда для определения переговоров генеральных прокуроров с Россией и с Украиной. Сядьте втроем и определитесь, как поступить. Мне это горе, зачем на голову? Половина России, половина Украины. И я опять оказался как, извините меня, идиот. Думаю, ну вот задержал. Ну, генеральному прокурору, бывшему, говорю, ты смотри, приедут, веди переговоры. Не приедут, доложи. Никто не приехал. Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына. Он был помощником по НАСБ. Говорю, Витя, поезжай прямо туда, где они находятся в следственном изоляторе. Встретимся с ними, задаем от моего юния один вопрос. Вы куда хотите убыть? Они извинились, они поклялись, все следственные действия проведены. Кто в Венесуэлу, кто куда, кто вы это слушали. Я говорю, не хочу я в этом разбираться, не до этого. Он к ним приехал, задал им вопрос. В Россию, в Россию, в Россию. И украинцы в Россию. Все, кто приехали, только в Россию. На утро, опять же, я сыну говорю, возьми автобус, покушать им, воды выпить. Это солдаты. Кто-то из негодяй их туда отправил. Ну, вот они попались. Ну, в жизни всякое бывает. Он их накормил, напоил в автобус воду. И говорю, вези их, коли они сказали, в Россию. Лично сам с ними в автобус. Он поехал под Смоленск. По дороге они уже расшифровались откровенно. Взяли телефон, позвонили в Россию кому-то. На границе их встретили. Виктор их там построил. Несколько слов сказал. Поезжайте. Один из них спрашивает. Их руководитель. Виктор Александрович, а можно мы в Беларусь еще приедем? Нет, нет, не по этому вопросу. Не так. Виктор Имур, ну, президент не говорил, что он въезд запрещен. Некоторые заплакали. Мы по-человечески с ними обошлись. Если генеральным прокурорам они не нужны, то мы их отвезли туда, куда они попросили. Должен вам сказать наперед. До сих пор мы остались с ними друзьями. Я у них не спрашиваю, чего они сюда приехали. И они мне не передают никаких сигналов. Пожалуйста, приезжайте. Некоторые были с женами здесь, туристами. Вот детали. Вы же видели, раз вы за всем следите, впоследствии информацию о том, что была эта спецоперация Киева. И получается, вы не позволили ее осуществить. Российская сторона, может быть, благодарила вас за это впоследствии? Нет, по-моему, он не благодарил. А при чем тут благодарность? У нас не принято. Ну, что тут благодарить? Ну, задержали, задержали. Мне Владимир Владимирович вот просто написал все лично. Когда разобрались там ФСБ, написал, как эта российская сторона видит. Украинцы отпихнулись от этого. Нет, так не было. Хорошо, говорю, ребята, мне не до этого сейчас разбираться, как было. Слушайте, тогда действительно было не до этого. Я не стал в этом разбираться. Ну, украинцы, украинцы. Ну, а что тут украинцы? Ну, что, красиво поступили? Нормально получилось? Там вроде Зеленского то ли в тюрьму за это, то ли куда там хотят его посадить? Ну, какой-то, Максим, у вас шум пошел, что Зеленский кого-то сдал? Нет. Оппоненты Зеленского обвиняют в том, что ближайшее окружение Зеленского работает по этой спецоперации на Россию. Ну, то бишь, эту спецоперацию слили специально для российских спецслужб. Кто слил? Ну, кто-то в офисе президента. Кому слили? К российским спецслужбам. Которые вам позвонили и сказали, что у вас вагнеровцы. Да? Правильно я понимаю? Нет, позвонил наш, белорус, нам, в КГБ. Ну, кто сообщил? То есть... Белорус сообщил. Вот сообщают, скажем, нагнетают ситуацию оппонента Зеленского, говоря об импичменте, о том, что кто-то у Зеленского сдал или вам, или российским спецслужбам всю эту историю, чтобы спецоперация не состоялась. А это украинцы точно проводили спецоперацию? Ну, вот это неизвестно. Мы все до сих пор ждем... Ну, так зачем вы Зеленского упрекали? Мы все ждем окружения, то есть это заявляют у нас в Украине. Мы все ждем Христа Грозева, его фильм, Беллинкет, об этом, но, к сожалению, никак он его не опубликует. Слушайте, вот я вам рассказал, и если вы иное увидите, это вранье. Зеленского надо наказать за то, что он не прислал своего генпрокурора, чтобы защитить этих ребят, если они украинские. Если они украинские, а с Россией взятки гладкие, они сами захотели выехать в Россию, но не к вам в Украину. Среди них были люди, которые воевали на Донбассе, не на стороне Украины. В этом вопрос. Ну, этого я не знаю. У нас есть фамилии, мы, конечно, можем... Нет, это вряд ли. Фамилии были известны. Нам украинцы ни одного человека не назвали, что они воевали в Донбассе. Это неправда. Это просто против Зеленского, какой бы он ни был нехороший, это ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно не причастен. Я уверен, его вина в том, если это их ребята, что они через генпрокурора их не защитили. Если бы сюда приехал генпрокурор Украины, а не России, слушайте, совсем могла бы быть другая история. Тогда же никто... Я лично не знал, что это российский след или украинский след. Я просто не стал с этим разбираться. Но они просто бросили. Если это были ваши люди, вы их просто бросили. Генеральный прокурор их просто бросил. И они поехали в Россию. Все поехали. Даже ваши украинцы, трое их там было, по-моему, они сказали, что мы в Россию поедем. Мы не хотим на Ридну землю. Поэтому вы разберитесь. По-моему, тут белыми нитками шито эта вся история. Эта история до сих пор поднимается отдельными политиками, позиционными к Владимиру Зеленскому. И эта история сейчас уже не так громко, но все-таки намекает на какие-то возможные личные обвинения к Владимиру Зеленскому и ближайшему окружению. Намекая на... Ну, не на тюрьму, конечно, а на импичмент. Но это, опять же, мыльный пузырь, который надувают исключительно оппоненты. Никто до сих пор не знает деталей. Возможно, кроме Дмитрия Гордона и Христа Грозева. Но все же. Ну, Гордон вам что угодно тут наговорит. Он уже против Зеленского? Дмитрий Ильич? Да. Ни в коем случае. В смысле, мы не против Зеленского, это же наш президент. Мы на выбор расскажем... Нет, Гордон, ты говоришь, Гордон нагнетает. Он что против Зеленского? Нет, Дмитрий Ильич изначально проявил интерес и говорил об этом в первую очередь на своих средствах у себя в Ютубе и привлекал к вагнеровцам интерес. Сейчас уже ситуация затихла. Ну, если вы говорите лично о Гордоне. Надо этого Гордона посадить следственный изолятор. Вот как, Юра, сколько ты? Две недели был там? Два месяца. Зачем? У нас есть свободное место. Как за что? За болтовню необоснованную. Нас за клевету не сажают. А, за клевету у вас не сажают? Провозите к нам. Ну, Дмитрий Ильич уже приезжал к вам лично. С удовольствием добавим. А вы обижены, кстати, на Гордона? Я на обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, это факт. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ